Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком», тема «Война», вопрос 2105. «Как нужно вести себя на допросе? Какую тактику нужно избирать? Не дразнить собак? Или так прямо всё и говорить, что думаешь о безбожниках?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Это уж смотри сам. На что способен? Потому что можно избрать молчание, как Господь наш Христос молчал перед Пилатом. Или отвечать кротко, или же за всею силу обличения. Марка 15 глава 5 стих. Но Иисус и на это ничего не отвечал. Так что Пилат дивился. Так первомученик Стефан бросил в лицо жидан. Деяние 7 глава 51 стих. И далее прочитайте. «Жестыковые, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». И по житьям это прослеживается. Викентий, 11 ноября. Кавычки открыты. Допрос епископа и диакона гонителям христиан. Датиан прежде всего спросил епископа. «Почему ты противишься царскому повелению и не поклоняешься нашим богам, а прославляешь какого-то Христа?» Епископ давал ответы Датиану тихим голосом и скротостью, как бы показывая некую боязнь. Тогда диакон Викентий, исполнившийся Святого Духа, возгорел с ревностью о Боге и сказал своему епископу. «Зачем ты, отче, говоришь так тихо, как бы боясь? И отчего на лане этого пса не отвечаешь с дерзновением? Исповедуй громким голосом силу Христову и свободно обличай и побеждай безумие всего лукавого человека, который хочет идти против Бога, своего Творца, даровавшего ему такую власть, и хочет подобающее Богу почитание воздавать бесам. «Ныне надлежит совершенно победить того лук дьявола, коего многие люди, как немощно и трусливого, изгнали именем Христовым, и сокрушить голову сего змея». Датиан, услыхав сие слова и видев, что Святой Диакон Викентий ни во что считает всю его силу, власть и угрозы, сказал предстоящим «Уведите отсюда епископа, я побеседую с этим юным дьяконом». «Если бы не выступил Диакон, то ситуация была бы еще вполне сходная, мог бы правитель и отпустить их, но Викентий повел дело, и быстро при том, только к мученицкому венцу, что и исполнилось». Артемон, 13 апреля, кавычки открыты. «16 лет, — отвечал святой, — я был щецом церкви моего Бога. 28 лет был дьяконом, читая Святой Евангелие. 33 года я носил пресвительский сан, уча и наставляя с помощью Христовой у людей на путь спасения. И теперь ты требуешь, чтобы я, подражая тебе, принес жертву бесу, находящемуся в бесчувственном идоле. Но все-таки я хочу посмотреть твоего Бога, испытать силу Его». «Может ли распятый жидами иметь такую силу?» — усомнился Патрекий. Тогда святой воскликнул, «О, безумевший от злобы! Наследник ада и древний змей! Ты уже слышал, так услыши еще, что из силы моего Бога умерли ваши змеи!» Кавычки закрыты. Георгий Исповедник, 23 апреля, кавычки открыты. «Ди, Клетиан, и хотел бы я иметь тебя сопроводителем к вторым по чести в царстве моем, если бы ты только пожелал обратиться к Богам. Скажи же нам, что ты об этом думаешь?» Святой Георгий сказал, «О, царь, тебе сначала бы следовало проявить ко мне такую милость, а не мучить меня такими лютыми муками». Кавычки закрыты. Максим, 28 апреля, кавычки открыты. «Святые отвечали, мы стоим за то же, что сказал брат наш Максим. Он исчез в нашей католической церкви, хорошо понимает Священное Писание и знает, что нам полезно. А ты, пораженный бесовским безумием, не знаешь, что для тебя необходимо. Если бы ты пожелал послушать нас, то узрел бы свет». Кавычки закрыты. Климент, 25 ноября, кавычки. Кавычки открыты. Святой Климент ответил, «Молю твое благоразумие, послушай меня, а не безумных слов грубой черни, напрасно восстающие на меня. Ибо хотя и многие собаки лают на нас, но они не могут отнять от нас того, что принадлежит нам. Ибо мы люди здравые и разумные. Они же собаки без разума, лающие бессмысленно на доброе». Кавычки закрыты. Александр Мученик, 13 мая. Кавычки открыты. Мученик отвечал на это. «Нечестивый, ослепленный умом, сын дьявола, служащий отцу своему сатане, как ты можешь сожалеть меня и быть милосердным для меня? Ведь сатана, отец того, никому не милосерд, наоборот, он хочет всех вовлечь в гиену огненную и погубить вместе с собою. «Ослепленный умом, сын сатаны, что еще желаешь ты слышать от меня? Ведь я сказал тебе, что бесам я не принесу жертвы». Кавычки закрыты. «Безумный, неужели ты не понимаешь того, что твой дей и аскалипий суть бесы?» Кавычки закрыты. Параскева, 28 октября. Тогда военачальник, раздневавшись, сказал, «Мне ли ты злое, христианское отродье, не отвечаешь?» Святая в ответ на это плюнула ему в лицо. Уар, 19 октября. Кавычки открыты. «Блаженно же Уар, желая еще более прогневать, наместника, сказал ему, «Невежда, говорит глупая, говорит Исаия, пророк». 32 глава, 6 стих. «Вот тела их лежат простертыми перед тобой, делай же с ними что хочешь». Святые же отвечали, «Зверь, а не человек. Мы не побеждены, а напротив, сами побеждаем при помощи укреплявшего нас Иисуса. Если же мы заплакали, то не потому, что боимся мучения, но от естественной любви к нашему брату, которого ты бесчеловечно мучаешь. В душе же мы радуемся, видя, что доброму страстотерпцу уже уготован венец». На месте повелел тогда ввести их в темницу, и когда уар, висевший на дереве и терпевший мучения, увидел, что святых в цепях влекут в темницу, то возопил, «Учители мои, помолитесь за меня в последний раз Христу, ибо я уже разлучаюсь от тела. Вас же благодарю за то, что вы приняли меня к вечной жизни». Прибыв в мучениях около пяти часов, святой уар предал честную и святую душу свою в руки Господа. Мучители же, считая его еще живым, били и мучили его охладевшее тело. А потом, заметив, что он уже умер, сняли его с древа, и по повелению мучителя, вытащив его вон из города, бросили его на сиденье псам, на то место, куда бросали трупы животных. Квачки закрыты. Герман, архиепископ, 12 мая, кавычки открыты. «Не подобает тебе царь бесчинно возвышаться перед Богом, Создателем твоим, давшим тебе жизнь и царствование, и не имеешь ты права, как говорится, подвигать неподвижное. Неприлично тебе приступать к пределу, установленному в древнее время святыми отцами». Кавычки закрыты. Климент Анкирский, 23 января. «Ты или Климент?» «Я раб Христов», отвечал мученик. Воевода повелел бить его кулаками по устам, говоря, «Почему ты не называешь себя рабом царским, а Христовым?» Святой же, подвергаемый побоям, отвечал, «Следовало бы и вашим царям быть рабами Христовыми, тогда было бы мирно их царствование, и все народы покорил бы их власти Христос мой». Кавычки закрыты. Василиск, 22 мая. «Окаянный волшебник», убеждал святого правитель, «Принеси жертву богам, в противном случае я предам тебя лютой смерти». На это святой ответил правителю, «Зверь, живущий в лесу, пес, лизущий кровь, а гриппа блудный, образ дьявола, мучитель беззаконный, зачем ты еще меня удерживаешь? Я тороплюсь окончить жизнь мою». Правитель сильно раздневался на святого и приказал усекнуть его мечом. Кавычки закрыты. Феодора, 27 мая. Судья сказал на это, «Цари приказали нам всех девиц, желающих сохранить свою чистоту, принуждать поклонение богам нашим. Если же вы не захотите поклониться богам, то будете отданы в блудилище», отвечала девица. «Вероятно, ты понимаешь, что Бог смотрит прежде всего на изваление сердечное, будучи сердцеведцем. Он знает все помышления наши и самые намерения наши принимает как дело. Мой Бог знает намерения мое, сохранить чистоте детство мое. Поэтому, если ты прикажешь, как ты хвалишься, отдать меня блудникам, то это не будет прелюбодеянием для тела моего, а будет насилием и страданием мне. Если ты отсечешь мне голову или руку или ногу, или насильно лишишь меня девства, ты через это сделаешь меня не блудницей, а мученицей. Но знай, что Владыка и Бог мой сильны сохранить чистоте детства мое, если пожелает». Кавычки закрыты. Архилая. 6 июня. Кавычки открыты. И тотчас святая мученица Архилая была представлена на суд и сказала, «Ой, Гимон, не я, а злые дела твои наносят тебе хулу и бесчестия, и готовят огонь угостимый, в котором ты будешь мучиться в вечном месте с богами твоими. Если же ты хочешь избавиться вечных мук, то послушай моих душеполезных слов и прими мой добрый совет. «Уверуй в создавшего тебя Бога Отца и в единородного Сына Его, Господа Иисуса Христа, и в Духа Святого от Отца Исходящего, сей единый Бог, в троице прославляемый и на земле, и на небе». Кавычки закрыты. «Поминись правителю, ведь разве ты не чувствуешь, как все тело твое покрывается ранами?» Святой на это сказал, «Послушай лучше меня, советник дьявола и слуга его, лучше посоветуй сам себе и Гимону своему, как бы поскорее убедить блудницу Дафну, чтобы она согласилась жить блудно с Богом вашим Аполлоном и исполнилось его желание, чтобы он, разжигаемый любовью, не получая исполнения своего желания, не погиб бы с жестокой смертью. Я же имею одного советника, Господа нашего Иисуса Христа». Тогда мучитель приказал принести железную доску и сказал слугам, «Расколите ее посильнее на огне и положите сюда этого хулителя наших богов». Блаженный, услышав это, сказал, «Находящийся в геене твой Аполлон благодарит тебя за то, что ты еще более усилишь тот геенский огонь, в каком он теперь страдает. Он воздаст тебе за это тем, что и ты вместе с ним будешь неизвержен во тьму кромешную». Тогда и я посмеюсь над тобой, нечестивый благодетель Аполлона. Боги твои, а особенно Афродита и Артемида, «Да помогут тебе и злоби твои. Если же хочешь, я расскажу тебе и про других твоих богинь, и про все их бесстыдство». После того Игимон приказал слугам, «Разбейчи челюсть его, чтобы он не хулил богов, и переломив голени, оставьте его так, дабы он не мог и слово сказать». На это святой мученик сказал, «О, пребеззаконнейший Эгимо, за что ты меня бьешь, если я говорю тебе истину, что твоя Афродита и прочие богини проводили жизнь свою в скверных похотях и блудеяниях, и даже в споре своем о том, кто из них сладострастнее, однажды поставили над собою судью какого-то пастуха Париса. «И зачем ты гневаешься, когда тебе говорят о мерзостнейших делах скверных богинь твоих?» Кавычки закрыты. Маркел, 7 июня. Кавычки открыты. «Тогда император приказал представить себе Сесиние, и когда последний явился к нему, то спросил его, «Какое имя твое?» «Я грешно», — отвечал святой, «именуюсь Сесинием, я раб рабов Господа нашего Иисуса Христа». Кавычки закрыты. Модест. Вид. 15 июня. Кавычки открыты. «Пожелай жизнь свою, вид, и принеси жертву великим богам. Пожалей жизнь свою». Святой отвечал, «Да не будет тебе добра, дьявол, волк хищный, соблазнитель душ. Я удивляюсь безумию твоему, ибо ты, видя силу Божию, не познал Бога и не стыдишься отвращать меня словами твоими от Бога моего. Но я уже не один раз сказал тебе, что не принесу жертвы богам твоим, или лучше бесам. Однако ты снова без стыдства предлагаешь мне свои нечестивые советы. Говорят собаке, «Иди вон», и, стыдясь, она уходит. Но ты не знаешь стыда. Я имею Христа Бога моего, Которому служил до сих пор, и Которому приношу жертву хвалы от сердца моего. Для меня осталось только одно, чтобы я весь был для него жертвой живой. Тогда император, придя в великую ярость, вместо того, чтобы выпустить на мучеников зверей, приказал тотчас же приготовить горящую печь и большой котел, и влево растопить в нем олово, серу и смолу. Потом приказал вернуть в тот копел кипящий и глокущий одного вида. Потом, посмотрев на царя, сказал, «Благодарю тебя, Диоклетиан, и слуг твоих за то, что вы строили для меня весьма удобную купель. Надлежало бы здесь быть и мылу». Весь же народ, смотревши на все происходившее, громогласно воскликнул, «Мы никогда не видели такого чуда! Воистину истинный велик Бог отрока сего!» И сказал царь святом, «Неужели сего победят волшебства твои?» Мученик же отвечал, «Безумный и несмысленный! Неужели ты не уразумел силы Христа, пребывающего со мной? Ангел, который вскоре возьмет меня из твоих мучительских рук?» Кавычки закрыты. «Марина, 17 июля». Кавычки открыты. «Так как в те времена было понято гонение на христиан, то и иереи, и клирики учителя Слова Божия скрывались, кто в пустынях, в горных пещерах и с боязнью мучителей, кто в селах между простыми людьми. Скрывались под видом нищих, однако, где только могли, поучали, хотя и тайна. Святой вере и многим обращали от языческого заблуждения ко Христу. Случилось и Марине, 12-летней девочке, услышать от одного человека Божия слово «Христе Иисусе», истинном Боге. Благоразумно девочка Марина уверовала во Христа и распалила сердце ее божественной любовью, так что она ни о чем другом не говорила и не думала, как только о Христе Иисусе, или где слышала она речи об истинном Боге, все внимание ее было там, а как уверовала она в Него сердцем, то не стыдилась и устами исповедовать его, хотя и не была еще крещена за именем христианского священника, который мог бы ее окрестить за неимение. И желала Марина пролить кровь свою за Христа и креститься ею, как купель у крещения, как она слышала от многих святых мучеников обоего пола, что крестили свои крови те, которые положили свои души за Господа. Она хотела подражать им. А что ты мне говоришь о супружестве, почете, славе и богатстве? Да все это для меня противно и мерзко. Неужели я оставлю бессмертного жениха моего Христа, Царя Небесного, и вступлю в брак в сон смердящий мертвым душою? Никогда! Мученица отвечала, мерзкий пес, свинья, ты пожираешь человеческое мясо и притворяешься милосердным, будто жалеешь меня. Я сама себя не жалею ради Христа, не пощадившего себя, но отдавшегося за меня на большие муки. Если я послушаю твой безумного совета и посажу и пощажу свое тело, то как же увенечается моя душа в Царстве Небесном? Услышав такие смелые слова Святой Марины, епарх раздосадовался, оскорбился, сильно раздневался и тотчас, переменив любовь на вражду и ненависть, велел снять одежды с невестой Христовой, приказал положить ее на земле и бить прутьями без пощады. Долго били Святой без милости, ее девическое тело разрывалось от ран, и кровь текла из ран ручьями, обогаряя землю. Кавычки закрыты. И в Докси, 6 сентября, кавычки открыты. При всем правитель начал пересчитывать заточения, страшные темницы, раны, строгания тела, опаления огнем и прочие жестокие мучения, наводившие ужас при одном только упоминании. Мученик отвечал, ты насмехаешься, правитель, говоря мне это. Я считаю твои муки детским пугалом. Он повелел бить мученика железными прутьями по шее и вывернуть из суставов все его члены, какого мучения было тяжелее самой смерти. Молясь так, Евдокси увидел свою супругу, которая с плачем следовала за ним и спросила ее, сделано ли все так, как он заповедал, и велела ей только при усекновении его взять его тело и погребсти. Кавычки закрыты. Иулииан, 12 сентября. Кавычки открыты. Мученик отвечал, мать моя старец, а отец отошел ко Господу. Антонин приказал привезти его мать и гневно взглянув на ее, сказал ей, уговори своего злого сына привезти в имя богини. Если же ты не взделаешь того, я придам твое тело на поругание. доблестная мать священномученика ответила на это егемону. Если против воли моей осквернят мне тело, то это не только не сосчется мне вину, но будет для меня залогом вечной славы и блаженного воздаяния. Кавычки закрыты. Андриан Наталья 26 августа Кавычки открыты. Напротив тем, кто узнав, где скрывается христианин, донесет о нем или же, найдя такового, сам представит на суд, царь обещал награды и почести. Посему стали выдавать друг друга на смерть. Сосед соседа, ближний ближнего своего, кто из-за боязни грозного повеления царя, кто из-за наград. Разве вы не слыхали, продолжал царь, какие мучения ожидают тех, кто именует себя христианами? Слышали мы, отвечали святые, и смеялись над безумием твоим и над самим сатаною, действующих в сынах неверующих в Бога. Над коими ты начальник? А скажите, спросил мучитель, какие муки уготованы мне? То, что уготовил Бог дьявола и ангел его, отвечали святые, уготовил он и вам, сосудом дьявола, неугасим огонь, червь неусыпающий, непрестанно мучение, вечную казнь, адскую погибель, тьму кромешную, где плач искрешет зубов и многие другие неосчислимые муки, кавычки закрыты. Черток твой вижу, спаси мой, он блещет славою твоею, но я войти в него не смею, но я одежды не имею, дабы предстать мне перед тобой, о, светодавчий просвети, ты рубище души убогой, я нищим шел земной дорогой, любовью и щедротой многой меня к слугам своим причти. Вяземский 1858 год